В Дрогичине ждали и готовились почти год, чтобы, пускай и ненадолго, всего на два дня превратить этот небольшой городок в столицу. Столицу областного фестиваля тружеников села Дожинки-2016. Изменения, которые произошли за 12 месяцев, колоссальные. Сам город напоминает пасхальный пряник, яркий, искрящийся, категорическая нетунынию и неуютности. Обновленные улицы, парки, скверы, дома и дороги. Те, кто не был здесь долгое время, приятно удивляются. Город новый. Я не так часто бываю в городе Дрогичине. Дожинки превратили город. Сразу начинается съезда. Хочется так, чтобы он и дальше, как сегодняшняя погода радует. И пусть город и жители радуются и этому празднику, и этой жизни, которая у нас на сегодняшний день. Она хорошая жизнь во всех отношениях. Навелся общий порядок, и этот порядок будет поддерживаться нашими жителями. Я хочу сказать, что жители Дрогичинского района очень дружно отозвались на просьбу навести порядок в своих подворьях, в населенных пунктах и в совом городе. Был проведен весной районный субботник, средства которого также были направлены на финансирование мероприятий по благоустройству города Дрогичина. И это все оценено правильно людьми. И, конечно же, сам праздник, праздник Караваев. Кстати, все эти кондитерские произведения – зерна нового урожая. Много концертных площадок, торговые ряды с такими деликатесами, что глаза разбегаются. Обойти все и вся за один день времени явно недостаточно. Тысячи гостей из всей области, да и из других регионов страны. Художники, артисты, музыканты, рукодельники и рукодельницы Ирина Перелок из Каменецкого района специально для фестиваля навязала такой красоты, что душа радуется, смотря на ажурные салфетки и скатерти. Очень нужны дожинки все-таки для людей. Особенно я, сельский житель, знаю, что такое труд, что такое в поле работа. Поэтому для людей это праздник, это самый настоящий праздник. Люди отдыхают душой, посмотрят на вот эту красоту, которую мы создали своими руками, радуются все. И мы, что они смотрят, и они, им очень приятно. Но все-таки главные герои праздника – агрария. От простых механизаторов до руководителей хозяйств. В этот день им предстояло преодолеть последний отрезок своего пути к хлебу. Собственно, торжественное шествие героев жатвы 2016 года и дало старт началу фестиваля. И хотя многие участники дожинок-старожилы, они чувствуют себя немного смущенными. Быть в центре внимания, конечно же, очень приятно, но и весьма волнительно. Пружанские, Малорицкие, Каменецкие, Столинские, Лунинецкие, Кобринские районы предстали во всем великолепии. Не отставал и город Брест, воссоздав в Драгичине своеобразный мини-Брест. Уважаемый Анатолий Васильевич, Валерий Николаевич, приветствую вас на территории города Бреста, который находится в Драгичине. Дорогой губернатор, от простого люда по святочной народе примите хлеб в соль. Примсим, добрым народе. Спасибо, спасибо. Хороший канаваев, это берестельки пекаря, понимаю. И в шествии они были самыми активными и многоголосыми. Городу Бресту, городу, друженик, ура! И вот, наконец, главная фестивальная площадка, возведенная специально к празднику. Открыл торжество глава региона Анатолий Лис. В первую очередь слова председателя облсполкома адресованы труженикам земли Берестейского края. Они в нынешней жатве достигли отличных результатов, собрав достойный урожай. Воловой сбор зерновых составил 1 миллион 172 тысячи тонн. По урожайности более 35 центнеров с гектара. Область на втором месте в республике. Хотя и в этом году жатва стала битвой за урожай. Вместе с тем, даже при таких сложных условиях, у нас на Молот составил 1 миллион 172 тысячи, это почти 1 миллион 200. Вместе с учетом кукурузы, которая как раз погодные условия для нее были прекрасные, мы рассчитываем набрать еще где-то около 250 тысяч тонн зерна. Поэтому мы выйдем на уровень прошлого года. А прошлый год для Берестской области был самый хороший, вот, в прошлый, безопрошлый год по набору зерна. Больше тонны набирали на жителя нашей области. В этом году также эту планку возьмем. И вот на сцене лидеры жатвы. Самый большой урожай на счету Малорицкого района. Брестские и Каменецкие также лидеры. Второе и третье место в производстве зерна. Среди сельхозорганизаций губернатор края поздравил председателя СПК Святая Воля Ивацевического района, директора Открытого акционерного общества Агрокобринская-Кобринского и генерального директора Открытого акционерного общества Беловежский. Среди награжденных агрономы, водители, растений и воды всего порядка 150 человек. Особая благодарность комбайнерам. Впрочем, выводя свои районы в лидеры, многие из них даже не заметили, как установили личные рекорды. Сложно, конечно. Работы много. Земля как везде, надо трудиться и работать на ней, чтобы получать какие-то результаты в этом. Кто работает, тот и получает достойно. А основные ступеньки успеха, чтобы и другие молодые люди поднимались на сцену, а следующих даже на 2017-х какие? Нужно трудиться над ошибками своими. И все, и все будет получаться. Выхожу в седьмой или восьмой год на сцену. Три раза занимал на республике место. И раза в четыре на области. Так стараюсь. Что еще сказать? Уборку не можно назвать легким процессом. Стараюсь, чтобы больше перевезти, быстрее. Сколько зерна перевезли в этом году? Где-то до тысяч. Особое место в торжественной церемонии награждений по итогам областного и республиканского осмотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов в 2015 году. Почетного диплома был удостоен город Брест. Награда вручалась мэру областного центра Александру Радачуку. Подарки к фестивалю получили не только аграрии, но и, наверное, каждый житель Брестской фестивальной столицы. К дожинкам распахнул двери обновленный, реконструированный бассейн на базе гимназии. Также отремонтированы к новому учебному году. Уютные холлы, оснащенные всем необходимым кабинеты, несомненно, обяжут школьников покорять новые учебные вершины. А в бассейне не только юные жители Дрогичина, но и взрослое население будут покорять вершины спортивного Олимпа, ведь у каждого есть свои рекорды. Очень радует то, что в рамках дожинок в гимназии проведен хороший как внешний, так и внутренний косметический ремонт. Бассейн радует всех, потому как в наше время очень модно вести здоровый образ жизни. Вот таким ярким, многолюдным и голосистым получился фестиваль тружеников села Дожинки-2016. На самом деле для Аграрьева эти дни непростые, потому что, как признаются они сами, работать сутки напролет для них дело привычное. А вот отдыхать в таком ритме – серьезное испытание. И хочется подчеркнуть, что местные власти сделали все возможное и невозможное, чтобы этот Дрогичинский фестиваль-ярмарка запомнился надолго. Сегодня праздник, поэтому все радуются, и мы должны радоваться вместе. А этот праздник имеет перспективу продолжения? Конечно. Мы эти традиции будем сохранять и приумножать, и что-то будем преподносить каждый год новое. Спросите у вас секрет, последующие дожинки, адресы? Они будут следующие дожинки не в районном, а в одном из бывших районных центров. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для программы «Букинформ» из Дрогичина.